Главная цель, как говорит наше правительство, главная цель пенсионной реформы не в самом увеличении пенсионного возраста, которое в силу изменившейся социально-экономических реакции было лишь вопросом времени. Результаты реформы станут более высокие темпы роста самих пенсий, выше 50. Последние три года, с 2016 до 2018 года, пенсии росли в среднем на 400-500 рублей. Так предлагается, что позволят индексировать пенсии почти каждый год на 1000 рублей. По словам заместителя председателя муниципального совета Александра Смирнова, текущий проект не догма. Даже после принятия в него можно будет вносить поправки. Пока пенсионный возраст планируется увеличить с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет к 2034 году для женщин. Из 15 республик СССР не повысили пенсионный возраст только Россия и Узбекистан. Одно из основных предложений – принять планку повышения пенсионного возраста для женщин на уровне Республики Беларусь, 58 лет. Кроме того, необходимо выводить из тени работников. Одной из мер могло бы быть снижение стоимости патентов для самозанятых граждан и расширение списка профессий. Вместе с тем, одна из предпосылок проведения реформы – нехватка кормильцев. Если в 1970 году на одного пенсионера в СССР приходилось 4 работающих, то сегодня уже 2. С другой стороны, авторы реформы рассчитывают на то, что будет постепенно повышаться продолжительность жизни. 55 женщин и 60 мужчин были в 28-м году установлены такие параметры, то продолжительность жизни в то время составляла 40. Если в 2000 году мужчины в России жили в среднем 59 лет, в 2017 году уже 67,5, а в 2024 году по прогнозу Росстата продолжительность жизни увеличится до 72,3 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова